Всем привет дорогие друзья, с вами Gameplan и первая игра на сегодня называется 3D American Truck. И давайте посмотрим в чем же заключается суть данной игры. Во-первых, нам необходимо выбрать одного из трех персонажей. Допустим, пусть это будет Винни. А дальше нам необходимо отправиться на одну из трех карт. Точнее это три штата. Они будут разблокироваться постепенно, но пока нам доступен только вот этот вот. Как вы видите, я прошел уже пять миссий и на одну из этих миссий сейчас мы и посмотрим. Давайте попробуем пройти вот эту вот миссию, которую я не смог пройти почему-то на три звезды. И посмотрим в чем же суть игры. Дальше у нас предстоит меню выбора автомобиля. Для этой миссии подходит только вот этот вот пикап. А в первоначале он был совсем другой. Это уже три апгрейда я сделал и он стал выглядеть вот так. Так вот, появились борта, появились вот эти вот рога и перекрасился цвет автомобиля. А с шестой миссией вам необходимо будет уже выполнять миссии вот на таком вот грузовичке. Дальше еще будут вот такие самосвалы, перевозчики, тягачи и вообще более такие вот крутые автомобили. Но тем не менее, давайте посмотрим на миссию на пикапе. Игрушка немножко в моментах загрузки напоминает GTA, но не то чтобы прямо это слизано, но просто как-то стиль немножко похожий. В этой игре нам необходимо что сделать? Нам необходимо доехать до определенной точки, встать туда для того, чтобы нам погрузили груз вот таким вот образом. Мы заезжаем в выделенный сектор, загружаем груз и теперь нам необходимо этот груз отвезти туда, куда нам укажут стрелки. Что самое главное, то что стрелки здесь не какие-то там стрелки, которые висят в воздухе или где-то еще. Стрелки просто нарисованы на дороге. Не всегда, кстати, бывает так, что груз вам необходимо везти куда-то близко. Иногда бывает так, что чтобы довезти груз, необходимо проехать достаточно много кварталов, много поворотов совершить. И, кстати, я не сказал, желательно, конечно же, не врезаться. У вас имеется уровень жизни и нужно сделать так, чтобы у вас остались жизни, по крайней мере, до того, пока вы этот груз не довезли до финиша. Кстати, в одной из миссий здесь появятся полицейские. И вам необходимо будет уходить от их погони и при этом доехать живым и довезти груз. Когда появились полицейские, это вызвало некоторый напряг. И для меня, например, это было не совсем приятно скрываться все-таки от полицейских. Просто я вез доски, не знаю, что им от меня потребовалось. На грузовике уже ездить несколько сложнее, потому что он имеет более большие габариты. И входить в повороты на грузовике будет несколько сложнее, чем вот на таком вот пикапчике. Здесь также можно менять обзор камеры с помощью вот этой вот кнопочки. Но, собственно, с этим вы сами разберетесь. Достаточно неплохая игра, хорошо реализована и имеет, в принципе, приемлемую графику и управление. Вторая игра называется Neon Beat. И это весьма оригинальный Arcanoid. И в чем его оригинальность, сейчас вы поймете. Здесь нету такой платформы, от которой вам необходимо отскакивать вот этим вот мечом для того, чтобы проходить игру. А здесь есть вот такой вот неоновый шарик, который кружится по кругу против часовой стрелки. Есть таймер на заднем фоне. И вам необходимо до тех пор, пока у вас есть время, разрушить все вот эти вот ужасные белые блоки для того, чтобы пройти, соответственно, миссию. На первый взгляд, достаточно это легко, но потом вот такие вот смешные у вас проблемки случаются, и вы уже совершенно не успеваете пройти миссию. Я дошел до шестой миссии. Игрушка, в принципе, неплохая. Как таймкиллер, я думаю, будет самое то и заставит вас не скучать. Третья игра называется Лабиринт. И в этой игре вам необходимо будет не проходить лабиринты, а составлять их из различных частей. Ну, в общем, сейчас вы все увидите на практике, потому что на словах это не совсем так просто объединить. Итак, отсюда вот у нас исходит источник света, и вам необходимо этот источник света провести по путям и вывести его с другого конца. Также на пути вам будут попадаться ключи. Ключи необходимы для того, чтобы открывать замок в самом конце. Также здесь присутствуют вот такие вот бонусы, которые здесь попадаются. Здесь могут быть сундуки, золото и также еще другие ключи. Потому что иногда основной ключ, который вам нужно собрать, лежит в другом сундуке. Чтобы открыть другой сундук, необходимо найти другой ключ. В принципе, достаточно интересная головоломка. В чем вообще ее смысл? В том, что у вас имеется ограниченное количество шагов. И если вдруг вы использовали все шаги, то вы тогда, к сожалению, проиграете. И это будет печально. Вот как вы видите сейчас, у меня нету ключа, и мне необходимо его где-то отыскать. Чтобы его отыскать, необходимо открыть уже вот этот сундук. А для этого нужно найти еще один ключ. Вот он, кстати, этот ключ. Открываем сундук, берем второй ключ и проходим миссию. В принципе, неплохая головоломка, которая действительно заставит вас в будущем очень сильно поломать голову. Последняя игра называется Plumber Bob. И в этой игре вам необходимо будет соединять трубы. Здесь достаточно много миссий. Имеется несколько паков с уровнями. И начнем мы с города, на котором я и остановился. Сначала миссии были 3х3. Теперь у меня миссии 4х4. А в будущем будут 6х6, самые, наверное, большие. Может быть, будут и больше, но я, если честно, сомневаюсь. Давайте посмотрим на одну из миссий, допустим, 4х4. И что вам необходимо сделать? Вам необходимо, во-первых, занять все ячейки вот таким вот, допустим, образом. И провести трубопровод на другую сторону. После этого переворачиваем вот эту доску. Переворачивайте. Вот, все, перевернули. И теперь необходимо соединить трубы здесь. Как вы видите, соединить у нас не получится, потому что они будут пересекаться, и мы никак не сможем сделать. Значит, мы не совсем правильно здесь все соединили. Поэтому сбрасываем все. И вот таким вот образом соединяем трубы наоборот. Естественно, у вас тратятся шаги. И чем меньше шагов вы используете, тем больше звезд в конце вы получите. Из-за того, что я сделал много шагов, я не получил, к сожалению, ни одной звезды. Придется проходить этот уровень заново. В общем, вот такая вот головоломка. Что самое интересное, она не одиночная, как бы, а имеется две стороны у этой платформы. И нужно это учитывать соответственно. Поэтому лучше сначала, наверное, посмотреть, что где здесь находится. А после этого уже приступать к игре. Кстати, я не забыл, точнее забыл вам сказать, что здесь присутствует таймер. И необходимо также еще укладываться в отведенное для вас время. Иначе будет совсем плохо. И никаких звезд вам тоже не видать. Хотя нет. Три звезды свои я получил за минимальное количество ходов. Ну, а я на сегодня с вами прощаюсь. Всем большое спасибо за ваше внимание. С вами был Юрий Аксенов. Подписывайтесь на канал. Ставьте пальцы вверх. Всем пока! До свидания!